В конференциале детской и городской больницы собрались молодые мамочки и женщины в интересном положении, ведь именно сегодня прошел второй этап акции поддержки грудного вскармливания. Сегодня мы пригласили к нам в детскую поликлинику мам, которые устроены в грудь, у которых есть опыт кормления. Наши участники группы поддержки млечный путь, и мамы, которые только начинают и беременны. Женщины, которые тоже надеются, что станут мамами и будут тоже успешно кормить своих детей. Мы немножко рассказали о тех проблемах, с которыми сталкивался мама после рождения ребенка, и постарались помочь маме, предотвратить это, справиться со своим волнением, с тревогами, немножечко отодвинуть бытовые сложности и больше времени уделить своим детям. Это является очень хорошим залогом длительного, успешного кормления. Собравшиеся представительницы прекрасного пола пришли не одни, а со своими малышами, которые также не скучали. Женщинам прочитали интересную лекцию о правилах и пользе грудного скармливания, а также провели мастер-класс по применению слингов. Я вам сказала, что это экспресс-слинг, но он не всем подходит, и им достаточно сложно научиться, хотя на вид он, ну, один кусок материала, как его распределил, ребенок кладется на плечо противоположные кольца, сажается аккуратно с ним, точно так же начинается расправляться под коленочек, придерживается ребенка, натягивается материал до макушечки и аккуратненько кладется в карман. Это ткань, которая завязывается на теле мамы, создавая своеобразный кармашек для ношения ребенка. Очень удобная вещь, позволяющая мамам быть мобильными и, можно сказать, что даже необходимая в современном мире, где надо все успеть. Проводила мастер-класс участница группы поддержки «Млечный путь», которая уже несколько лет работает в нашем районе. Коллектив группы состоит из мамочек, которые прошли со своими детьми период грудного вскармливания и готовы поделиться опытом с интересующимися. Но этих женщин приводит не только желание помочь, но и нескончаемая любовь к детям. Дело в том, что у меня у самой двое деток, и старший сын, он у меня такой, ну, он очень активный. И это началось с самого рождения. Соответственно, и кормление мне помогало как-то исправить все, какую-то лишнюю активность, успокоить в нужный момент. И знали, насколько девушкам это сложно, самим найти всю вот эту информацию нужную, и с кем-то поделиться, потому что у нас мало консультантов по городу, хотя в Москве их достаточно много. Вот хотелось бы помочь хотя бы так, консультировать, подсказывать, общаться. Дети – мое счастье, это моя радость, поэтому хочется, чтобы этой радостью поделиться с остальными людьми, как это может быть легко, казалось бы, с другими сложностями, которые дети дарят. Но можно из всех вариантов найти выход. Закончилась программа вручения маленьких подарков и традиционным спусканием белых воздушных шаров в ясное небо. Наш Млечный Путь – это акция, которую мы третий год уже проводим. Он символизирует вот эти белые шары, капельки грудного молока. То есть это как бы посыл наш во Вселенную для того, чтобы нас услышали, для того, чтобы все женщины кормили детей именно грудью и долго, для того, чтобы детки впитали здоровье с этими капельками грудного молока на всю оставшуюся жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!